всем привет вы на канале 4 туриста сегодня я хочу вам сказать почему я недовольна своим новым телефоном да у него есть очень много плюсов это и камера и активное поле это все здорово но перестали работать очень многие приложения которые нельзя больше скачать или установить потому что например на ватсап который больше не работает просто не приходит код подтверждения я могу его скачать но не могу установить это очень неудобно потому что я пользовалась российским номером более 15 лет все мои знакомые и родственники тоже пользовались этим месседжером потому что он реально очень удобный все больше его не будет следующее это сбербанк да он был одним из первых они придумали сбок кто успел тот скачал да здорово но я купила телефон и не успела к сожалению его установить далее многие игры тоже перестают работать например я не игроман но в свободное время очень любила поиграть в игру clash of clans я играла в нее более 10 лет и сейчас скачай не проблема на американском appstore и установить и играй но все с нуля обидно правда буквально сегодня я узнала что нельзя скачать и установить приложение почта mail да и ладно тоже вы скажете о том что кто этим пользуется опять же ты живешь в америке но мои другие приложения которые еще работают к ним подвязана моя почта и для того чтобы когда я буду переносить мои приложения мне нужно будет их подтвердить и подтверждение придет все на ту же почту mail это вообще просто очень обидно и казалось бы это все ладно ну можно жить без приложений как-то можно жить без игр да все окей но насколько обидно что больше нельзя установить облако я думаю не все вы имеете или телефоны с памятью там 512 гигабайт или 1 терабайт я вот например вот только вообще в этой серии в 14 айфоне купила и понимаете что все фотографии которые я хранила в облаке все это и мои и моего мужа и моих родителей они все останутся неизвестно где и этих фотографий я уже не смогу скачать в американском appstore просто все с нуля так как я сдала свой старый 13 айфон у меня осталась какая-то копия на компьютере ну блин это все очень неудобно мы живем в двадцать первом веке и сейчас я получается просто купила за 1600 долларов я купила просто кирпич звонилка как вы мне многие писали в комментариях но она так и есть я буду пользоваться камерой какими-то американскими приложениями и все это вообще просто пипец я уже не говорю про есть им да это круто новые технологии идем в ногу со временем но я частенько представляла сим-карты из одного телефона в другой потому что мне там надо чтобы пришло какое-то смс сообщение или какое-то подтверждение теперь я опять этого не могу сделать потому что как нет физической сим-карты а как перенести с телефона на телефон вообще просто взрыв мозга если вы уже знаете как это делать напишите обязательно в комментариях и если вы знаете как обойти систему и как можно скачать приложения которых уже нет тоже пожалуйста напишите в комментариях и еще хочу вам сказать что лично я до сих пор не могу привыкнуть к тому что эти телефоны как 13 так и 14 они нереально тяжелые я женщина и я не привыкла когда у меня в сумке лежит телефон весом в 250 грамм это очень тяжело в общем я крайне недовольна своим телефоном и я очень жалею что я сдала свой 13 айфон по трейды ну более того нам пришел 14 айфон про макс для мужа и сейчас он запакованный я даже не знаю а есть ли смысл вообще его распаковывать и активировать если столько неудобств сегодня вот эти приложения а что будет завтра в общем моему возмущению просто нет предела поэтому если вы живете в россии или так же как я живу в америке но все же еще пользуетесь российскими приложениями обязательно подумайте стоит ли обновлять телефон ради того чтобы был у вас новый гаджет новый цвет новая челка или все-таки остаться с прежним телефоном и с работающими приложениями с вами были 4 туриста всем пока пока и до новых встреч